Это связано с главной проблемой. А главная проблема, то что мы бесправны. Мы бесправны 245 лет со дня добровольного вхождения в состав России. У нас нет никаких прав. В прошлом году в Москве я встретился с известным журналистом Доренко Сергея Ашса. Вы его помните, знаете. Он часто выступает по телевидению, по радио. Он русский националист, а я ингульский националист. Но тем не менее нам не мешает это обстоятельство иногда пообщаться. Когда я ему сказал, передая другим журналистам, что нам никогда не доверяла Россия, ингульскому народу. И тем не менее ингуши были в самых первых рядах на всех исторических поворотах России. На всех войнах, заранее зная, что ничего не изменится по отношению к ингульскому народу. Нам до сих пор не позволяют выбрать себе руководителя республики. Он говорит, правильно. А вы не имеете права. Вы колония. А колония не имеет права решать кадровый вопрос. Это он сказал громко. А молчат такие же, как он. Тысячи, а может быть и сотни тысяч. Которые говорят, не надо им давать. Пусть терпят. И не надо забирать у осетин земли, территории. Осетины наши, а эти неизвестно еще, как себя поведут. Поэтому наше положение, если не узнает, я это четыре года назад говорил, всемирное сообщество, если мы до сих пор еще не выросли, чтобы обращаться в международные организации, если нам в голову не пришло до сих пор, что надо создать какую-то ингузскую группу в европейском парламенте, это можно сделать, или при организации объединенных наций, которая будет все время сообщать о террористическом отношении России к ингузскому народу, разоблачать российскую подлую политику по отношению к ингузскому народу. Я вам это говорю. Ничто, никаким образом, Россия не изменит свою политику по отношению к нам. Если мы всего сами не захотим, а кто не хочет, вот те, о которых он говорит, которые крутятся возле власти ради подачки, ради того, чтобы на халяву поехать на хадж, ради того, чтобы потом приехал, он будет совершать греховые свои поступки. Поэтому то, что делают с нами, с Лепцовской, или три года назад с Хашагульговым, с Ултангиреем, это будет продолжаться, пока мы сами, как это делают осетины, как это делают любые цивилизованные народы, не надо, сколько можно обращаться в Москву, Кремль, Брежневу, Хрущеву, Сталину, Путину и так дальше. Не надо от них ждать ничего хорошего. Вообще нельзя обогатворять власть. Власть должна бояться самого народа, а не наоборот, а не народ должен бояться власти. Может, это вам кому-то не понравится, но я вам клянусь, пока мы, пока наша власть не будет бояться нас, у нас много всяких организаций, более 40 на бумажках, о парламенте. Ну, как можно серьезно говорить о парламенте? Половина – это стукачи КГБ. Я их с 60-х годов помню некоторые. Понимаете? Ну, как они могут на нашей стороне быть? Они на стороне осетин. Они их туда и протащили, между прочим. Но протащили они Ювкурова сюда, к нам, своего человека. Но точно так же. Кадры вопросы решали в Северной Осетии и в советское время, не только сегодня. Поэтому это вредители, это враги. Савар – первый председатель Совета Тейпов. Шиншара. Ахшара. Савар – это вредители, когда суд ягласишь, будешь бы, нах, хагасти, фокашможда, адуцер Ювкуров, ерешт, хадай, бухган, ты, бухган, бухган, хашможда, ах, дизия, ах, хамялды. Тхадай, бухган, жякаль, хо, вообще, голова, ва, цякаль, да? Это федеральная дорога. Теперь какое дело до федеральной дороги? Он хотел выселить из Жайрахов, поехал, и он, мы вам участки готовим. За ними стояли определенно наши враги, естественно. Фокамел датси, бухгава, дир. Да, я его напугал, я сказал, больше международного организации буду обращаться. Так, ах, сугир и шпат воз, тогда, я не говорю, я не буду, было. Так, коммуникации, я, бахар, бухган, юнозбек, хадая, только подруга, но подруга, отшат, и отшат, и отшат, и отшат. Халата, ахиета, -шат. Хачист, ухуд, он, и милича, чинал, что, дезла, ахиета, сезгой, Что если, эх, это, шел и ездил, шел и нардот. Фуканел, да, ели. А, поча, вот, поча, дал, вейтал. Шел, аж ездил.